МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, последние тёплые солнечные деньки в Подмосковье мы решили с моим другом, коллегой и соведущим по проекту «Выбор есть» Павлом Фёдоровым провести на природе. Единственное, что к назначенному моменту мой соведущий пока не спешит. Я думаю, что причиной тому московские пробки раньше он замечен не был в подобной неточности. В какой-то виде Роман Чукин назначил место нашей съёмки испытания очередной пары автомобилей. На этот раз это отечественные «Лады». Мне досталась машина с новой коробкой АМТ, роботизированная трансмиссия. И да, это «Лады Калина Кросс». А вот, кстати говоря, и Павел, как говорят в наших кругах, явился и даже не запылился. Привет, дорогой. Я смотрю, оранжевое настроение. Не то слово, Рома. Я сразу вспомнил песню «Бутылка кефира полбатона» от группы «Чаев». И действительно, не только цвет автомобиля снаружи, но и внутри задаёт настроение. Я никогда не думал, что кусок пластика, покрашенный в какую-то краску, может доставить такое удовольствие. «Лада Ларгус Кросс» представлена в пятиместном исполнении «Люкс». Дорожный просвет увеличен до 170 мм. Коробка передач – пятиступенчатая механика. Бензиновый мотор 1,6 выдаёт 105 лошадиных сил и способен разогнать универсал до сотни за 13,1 секунды. Стоит такой автомобиль 616 500 рублей. «Ларгусу» противостоит «Калина» также версии «Кросс», но не в самой топовой комплектации «Норма». Однако с автоматизированной механической трансмиссией «АМТ». Дорожный просвет «Кросс» версии также увеличен до 183 мм. Привод передний, 16-клапанный мотор объёмом 1,6 развивает 106 лошадок и способен разогнать оранжевую красотку до сотни за те же 13,1 секунды. Стоимость данной версии почти на 100 тысяч ниже «Ларгуса» – 523 100 рублей. Ну что, поговорим о дизайне. Роман, честно говоря, сложно говорить такие умные слова, когда перед нами автомобиль «Рено Логан». С одной стороны – да. С другой стороны – поставь рядом «Логан», «Ларгус» и «Ларгус Кросс», и достоинства этой версии станут очевидны. Во-первых, автомобиль лифтованный, добавлен клиренс. Во-вторых, пластиковый обвес, расширители и вот эти молдинги пластиковые, они добавляют не только антуража и харизмы автомобилю, но и выполняют ещё вполне практичную функцию. Их практически невозможно поцарапать. «Калина» смотрится настоящей красоткой. Как только она появилась на московском автосалоне, вот «Калина 2» сразу привлекла внимание. Интересный цвет. Я уже отсюда вижу, что исполнение салона тоже так же, да, двухцветное. Конечно. «Ларгус» – жертва бейдж-инжиниринга. Это никто иной, как «Ренологан МПВ» прошлого поколения. Слегка лифтованный и обёрнутый в практичный прочный пластик. Смотрится неплохо, но «Калина» ярче и самобытней. Поэтому 4-5 в пользу «Калины». Мы куда? К тебе, ко мне? Хватит чаи гонять. Давай работать. Пойдём в «Ларгус». Давай. Давно знакомый автомобиль, хочу сказать, Роман. И обратив внимание, не настолько ярко выполнена двухцветная отделка салона, но, тем не менее, салон тоже двухцветный. Ну, смотри, сразу тебе про сидение. Здесь подушка, на самом деле, с боковой поддержкой, она, наверное, перешита. Потому что здесь регулировка руля есть только по высоте. Гудок здесь сбоку. Подушка безопасности. Что повышало уровень безопасности. Блютуз написано здесь и написано, есть кнопка «Телефон». Да, можно. Кнопки вот здесь, на передней панели, это стеклоподъёмнички. Компромиссный между бюджетом и комфортом. Это автомобиль компромиссный. У меня лифт сидения перекрывает собой кнопку обогрева. Понимаешь? Да. Неудобно. Вот уже хорошо, смотри, электрозеркала. Да. Подготовление зеркалами здесь. Все стеклоподъёмники у нас электрические. Обогрев заднего стекла. Кондиционер. Блокировка, соответственно, всех дверей. Замок. Возможность USB подключить. Отдельно вот здесь блокировка всех, соответственно, стёкол. Стёкол. Но практично и довольно комфортно. Добро пожаловать, Роман, по-настоящему яркий автомобиль. Посмотри, сколько здесь цвета. Здесь акцентов, по моим ощущениям, больше. Ну, во-первых, с обивки сидений нужно начинать, да? Довольно яркий. Да. И тесный. Яркий и тесный пока. Значит, я не могу отрегулировать своё сидение по высоте. К сожалению. Увы. Я не могу в горизонтальной плоскости отрегулировать руль, только вверх-вниз. Приборная панель с оранжевыми акцентами. И давай-ка оживим эту приборную панель. Бортовой компьютер. И бортовой компьютер. Полноценный. Полноценный, где вот это управление. Да, да. За окном 7 градусов, 14 литров на 100 километров расход. Ну, я ехал быстро. Ну, я тебе скажу всё, что нужно нормальному, здоровому водителю, для того, чтобы точно понимать, что с его автомобилем всё в порядке, здесь есть. Чёрно-белый дисплейчик, очень скромный, но функциональный. Мультимедиа. Это полноценный блок, мультимедная система, разработанная для этого автомобиля. Да, безусловно. Ещё полноценно разработанная для этого автомобиля блок управления стеклоподъёмниками. Находится там, где задумано природой. Под рукой, левой рукой у водителя. Есть ещё центральный замок. Тоже в привычном месте, не посередине. Ну, в привычном месте ещё и подогрев сидений. Обратите внимание на климат. Вот ещё одна деталь, которая здесь сделана по-человечески. Вы полностью контролируете кондиционер, температуру, а здесь именно кондиционер. Вот его можно включить, поставить авто. Крутилки такие тяжёлые, причём с усилием переключаются. И всё это на виду? Везде жёсткий пластик. Но, тем не менее, скомпоновано всё таким образом, что этот автомобиль выглядит современнее, актуальнее. Непоудобнее? Просто удобнее? Удобнее, конечно, да. Неудивительно, но интерьер «Калины» оказался гораздо интереснее «Ларгуса». Если бы не отсутствие регулировки руля по вылету, а также водительское сидение без лифта, то «Калина» одержала бы безоговорочную победу. А так она выигрывает с преимуществом всего лишь в одну звезду. Снова 5-4 в пользу «Калины». Роскошь и комфорт. Ну, ладно, просто пространство. Давай согласимся на то, что… Роман, сразу к дверям. Ты обратил внимание, за что ты закрыл эту дверь с шикарной накладкой из эко-кожи? За ручку. Здесь, в этом автомобиле, главное – комфортно сесть. Ты как сидишь? Нормально? Вот за мной сидишь, между прочим. Отлично. А я за тобой. И еще нормально, есть место, комфортно развалиться. Для третьего пассажира подголовничек. И третий, между прочим, тоже может сюда поместиться. Ну, можно? Подожди, про третьего пассажира. Роман, можешь попросить тебя его пристегнуть? Пристегнуть? Конечно. Третьего? Третьего, да. Вот для него есть замок. Вот есть ремень. Вот есть ремень. И им даже… Я думаю, что ремнем такой длины можно буксировать автомобиль. И им даже вот можно пристегнуть вот, пожалуйста, сюда. И потом сюда. И вот, пожалуйста, мы пристегнули третьего. Секундочку. Нет. Еще надо вот сюда, наверное, продеть, Роман. Сюда. Вот здесь вот забыл одно технологическое отверстие. Ну, это можно сделать. Отдельный плюс за вот эту читальную полку. Здесь должна быть литература. Полное собрание сочинений грамзина, я думаю, сюда войдет. При том, что мы с тобой приличного роста, Павел, нет условий, при которых ты можешь ее зацепить. Оранжевенько у тебя здесь, Павел. Да? И это главное. Оранжевенько, да. Оранжевые мотивы присутствуют и здесь. И самое главное, здесь не так все плохо по пространству, как я ожидал. Но его действительно гораздо меньше, чем в Ларгусе по ширине. Но нам-то нормально, не повезло третьему парню. Да, третьему не повезло, с другой стороны. Повезло третьему, потому что расположение ремня безопасности для него гораздо удобнее здесь, чем в Ларгусе. Но тоже в крыше. Тянуться не нужно. В крыше огромная катушка. Но это компенсируется очень удобной полкой. Еще стеклоподъемники, которые открывают стекло. Здесь, увы, прости. Только до половины. Но зато здесь удобная ручка, в отличие от твоих. Ручка закрывания двери. Настоящая человеческая ручка. Диван, кстати, не такой. Он не амфитеатром, как там, по-моему, но он глубокий. Здесь комфортно. Хорошо. Посмотри, какую оригинальную фишку мы чуть было не упустили. Это же подстаканник. Как он оригинально сделан. Причем можно поставить что-то и для передних пассажиров, или для водителя, и для задних. В Ларгусе вольготно и просторно. Но шикарный диван с красивой просрочкой сочетается с бюджетными ручками дверей. Зато стеклоподъемники электрические. В Калине оказалось на удивление просторно. Тут удобные дверные ручки, есть оригинальный подстаканник. Место сзади объективно меньше. 4,5 в пользу Ларгуса. Паш, ну и вот сейчас я хочу тебе представить, по сути, автомобиль-рекордсмен. Вот это, ребята, вы видели? Вот здесь уже можно закончить. Это жидкость выливается сюда. Стоп-сигнал! Во-первых, обращаю твое внимание... Сейчас, секундочку, это нужно просто требует некой ловкости. Я хотел, чтобы это было эффектно. Во-первых, дверной проем. Исполнение дверей здесь уже говорит о том, что автомобиль рассчитан на то, что ты можешь погрузить в него все. Ну, это похоже на то, что мы с тобой получали почти что в патриоте. Ну, ты посмотри. И здесь еще один такой же. Вот если я подвинусь до сидений... Присаживайся. Друзья! Это багажник легкового автомобиля. При этом ты можешь... У тебя есть специальные ручки. Кстати, можно дверь открыть изнутри. И можно закрыть ее. Я думаю, что все это сделано потому, что есть версия семиместная. И там предусмотрена эвакуация пассажиров отсюда. Здесь также есть вот такой кармашек очень удобный. Я тебе скажу, что... Это универсал, а не минивэн. Там крат есть. Вот он. Какой-то ящик слева. Вот здесь что-то есть у нас. Вот так вот. И это все... Надо сложить еще подголовники. Вот что мне не нравится, что для того, чтобы убрать подголовник, нужно зажимать два крепления. Вау! И здесь у нас еще освобождается огромное пространство. Друзья, если вы любите рыбалку, вот, правда, вот это вот, да, будет мешать вам ровно спать. Но сюда кладете какие-то вещи, и здесь можно лечь во весь рост. Можно, не можно, а нужно продемонстрировать. Ну, может, ничего вынимается? Нет, не вынимается. Ну, пожалуйста. Двуспальная кровать. Я бы сказал, даже четырехспальная, если второй ярус навесить здесь. Сразу тебе признаюсь, к сожалению, багажник здесь открывается либо с кнопки салона, либо с ключа. Вот так просто открыть невозможно. 355 литров. Довольно неплохо оформлен багажник. Все мягенько, геометрически правильный. Пара крючков, лампочка. Нет каких-то скрытых углов, которыми невозможно воспользоваться. Ну, и, безусловно, это достоинство. А если мы выполним нехитрую процедуру, тогда что получим? Это уже другое дело. Это похоже... Получается почти ровный пол. Если снять полку... Это похоже на багажник. Вот так мы снимаем полочку. Ну, конечно, как в Ларгусе протянуть ножки здесь не удастся. Тем не менее... Но литров 700 можно уместить в багажа. Согласен. Именно в категории багажники Ларгус способен положить на лопатки кого угодно. 560 литров до уровня полки. И еще столько же до потолка. 2350 литров. Калина в этом смысле скромнее. При этом ее 355 литров. Объема вполне нормальный результат. 3,5. В данной категории побеждает Лада Ларгус Кросс. Я на этом автомобиле, ну, правда, в короткой версии, участвую в Чемпионате России по ралли. Поехали. Поехали. Удиви меня, пожалуйста. Опа. Слушай, раз, раз. О, слушай, ну, по-настоящему... Глазами это выглядело страшно. По-моему, даже зацепа никакого не было. Я хочу тебе напомнить, что мы сейчас не участвуем в ралли. Не-не-не, не в том случае. Сейчас мы просто должны рассмотреть геометрию автомобиля. И его подвеску. Вот наряду с огромным багажником, с невероятной вместительностью этого автомобиля, еще одна очень сильная сторона Ларгуса – это его подвеска. Медленно, медленно. Опа. Подожди, подожди, у нас висит заднее колесо. Почти не вешивание. Оно висит. Слушай, у меня ощущение, что... Да? Да! Причем висит вот настолько... Висит абсолютно полностью. С ума сойти. Тут такое место. Прошли. Хорошо. Сколько у нас в сумме получается дорожный просвет с учетом вот этого увеличения? Около 170 миллиметров. Глядя на то, через какие бого... Смотри, смотри. Да? Дальше зацепим. Да нет, вроде. Оп. Это честное 170 без мостов, то есть ничего снизу не висит, плоское днище. Здорово. Мне нравится, конечно, что это еще и не жескач какой-то, потому что, честно говоря, я думаю, если версия кросс, должны его как-то зажать, но без этого чудес не бывает. И вот автомобиль ведется довольно мягко. Знаешь, вот эти кусты, в любом другом случае, я бы, честно говоря, волновался о колесных арках нашего автомобиля, но сейчас у нас пластиковые накладки, и у меня такое ощущение, что вообще не страшно то, что мы сейчас здесь обдираем эти кустики. Паш, ну, честно говоря, даже немножечко страшновато. Слушай, у меня чисто? Абсолютно. Я ничего не это. Ну, только какие-то вот потертости, но это пыль затерта. У тебя, я смотрю, здесь тоже пластиковые накладки. Все тоже самое, антивандальные накладки. Прошу за руль. Кросс. Одним словом. Кросс-версия. Хорошо. Калинушка. Слушай, ты обрати внимание, как дверь открывается. Мы что-то не посмотрели. Здесь было открывание двери просто, ну, вот, фактически 90 градусов. Ну, прямой угол здесь. А для чего? Для того, чтобы было неудобно ручку. Большой человек, чтобы, когда садился, чтобы он мог не с попу подходить. А просто, ну, здесь фактически, смотри, можно просто подойти ровно к автомобилю и сесть. Но правда до ручки нужно тянуться. Ну, что? Сразу вспоминается, как же этот фильм назывался? Операция «Белая кость» с панкратовым черным. Помнишь, когда у них... Нет. Кодовая песня. Калинка, калинка, калинка моя. Вот что такое там было. Заводи. Да это не... Ну, херовка руля, а. Просто угодно устройство. Ты что, не из-за водничных автомобилей? Чуть-чуть пошатываешь руль и одновременно ключ. Да-да-да-да, вот. Ну, потряхивает немножко, да? Есть немножко. Немножко есть, но при этом не бьет, а именно потряхивает. Ну, круга довольно. Посмотри. Ну, я ощущаю, что он бодрее едет, может, так кажется. Скорость примерно такая же. Сожигательная малявочка. Так, вот здесь место с вывешиванием было какое-то. Да это внедорожник! Как минимум кроссовер. Слушай, ну, она по маневрению, она гораздо лучше заправляется в поворот, она короче просто. Это очень компактный универсал, и поэтому, конечно, драйва здесь побольше. Именно в Азарце, в рулении, калинка мне нравится. Вот сейчас я не могу сказать, что робот где-то здесь меня подводит. Абсолютно нормально, комфортно. Мы делаем то же, что мы делали на Ларгусе с механикой, да? Но только при этом я абсолютно расслаблен, жму только на одну педаль. Ну, ты знаешь, здесь всегда можно подстраховаться и перейти в ручное режиме. Да, есть ручное режиме, но не хочется. Нормально. А как в горочку? Ты можешь тронуться в горку вот с роботом, если остановиться, да? Ну, давай, я спущусь прямо вот назад. Давай попробуем. Ты можешь тронуться в горку на уклоне? Это стандартное упражнение. То есть прямо на уклоне, да, чтобы стоять вот так? Ну, да, не подкатиться. Что происходит? Ну, здесь шоссейная просто резина обычная, а трава, да. Даже когда влажная, влажная земля, влажная трава, неплохо. Лада Ларгус Кросс удивляет геометрией, проходимость на отличном уровне. При этом подвеска остается комфортной и не допускает пробоев даже на откровенных ухабах. Лада Колено Кросс, напротив, оказалась не только проходимой в смысле геометрии, но и азартной. Автомобиль легче в управлении и маневрировании. Подвеска также стабильно отрабатывает неровности, не допуская пробоев. В движении оба автомобиля стоят друг друга 5-5. А не внести ли нам элемент спорта в наш тест? Да ты что? Давай ралли устроим. Пройдем на условно-максимальной скорости, да еще и на время. Готов? Да! Давай! На старт! Внимание! Марш! Сейчас мы... Ох! Где-то здесь был подъем. Вот он, раскачили. Немножко, но ничего. Вот, очень хорошо коробочка выдерживает. А самое главное подвеска. Так вот уже минута 20. Может быть он где-то застрял. Так, в общем-то, места были такие, будь здоров. Посмотрим. Вот сейчас как раз здесь этот участок, где было вывешивание. Нужно притормозить, хотя очень жаль терять время. Давай, давай, давай! Вот эти бугры. Ни одного зацепа. Прыжки. Если вы... Если вы это видите, прыжки дикие. Полторы минуты его нет. Звук мотора. Вот тут негде срезать. Щукин может где-то обхитрить, срезать. Объехать тут просто негде. Это кольцевая лесная дорога. Маршрут идет обратно. Мы уже на пути к победе. Грязевые ванны, кусты. О! Конечно, длинная база здесь делает свое дело. И мы просто как на корабле и на волнах. Едет три минуты. Вон он, вон он, вон он. А, глубокая яма. Только бы не снес. И вот уже Павел. Ну давай, давай, Ларгус. Давай, давай. Ну, ну. Да! Три минуты, семнадцать секунд и девяносто пять сотых. Ну как? Или вы будете перестать? Три минуты, семнадцать и девяносто пять сотых. Машина абсолютно... Слушай, я тебе скажу, что ты где был, там не было такой грязи. Паша, я тебе хочу сказать, что мы придумали эталонный, эталонный стиль съемки программ для подобного рода автомобилей. Больше такое не сделал бы ни один легковой автомобиль, тем более универсал. Я думаю, нам с Калиной можно даже не ехать, потому что это победа. Готов? Готов! На старт! Внимание! Марш! Пошел, пошел, пошел! О, кстати, с робота эта машинка трогается гораздо интереснее. Так, вот здесь направо. Нет, смотри, он знает этот маршрут. Воет, воет робот. Но, на самом деле, я не думаю, что в механике будет быстрее, потому что здесь у меня руки на руле. Посмотрите, как он сбрасывает момент. Попробуем на обратной дороге. Сейчас эту дорогу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Проехать в автомате, а обратно улучшить результат с помощью... Слушай, прям прыгает на месте, но не пробивается. Так, а на обратной дороге поедем в ручном режиме. 25-25... Полминуты он пока только вышел на прямую разгона. В любом случае, кто бы сегодня не победил, главное, что победит отечественный автомобиль компании АвтоВАЗ. Но это даже не это самое главное. Главное, что наконец-то у отечественного автопроизводителя появились автомобили, которые могут не только перевозить огромное, в данном случае, говоря о Лагусе, огромное количество грузов у багажа и людей до семи человек. Это, между прочим, автомобиль, который может быть и семиместным. Но, ко всему прочему, они готовы штурмовать, да, умеренные, но все же бездорожье. Грунтовые дороги со сложной геометрией. Именно сейчас этим занимается Павел. Так, ну а теперь, собственно, сейчас поедем в ручном режиме, как и обещали. Так, коробочку надо будет переключать помедленнее. Первая передача, вторая. За первым уже. Опа! Пробоев нет, что удивительно. Машина прыгает, но пробоев нету. Короткая база здесь, конечно, решает. Вот уже две минуты. Звук о двигателе не слышно. И не видно оранжевого силуэта между кустами. Передача вот не видно. Вот что плохо. Передача-то не видно. Вот это вторая уже. Так, здесь опять первая. Сама машина не переключается. Но при этом подтыкнуть, конечно, непривычно. Очень азартно рулится Калина. Где у нас поворот? Вот у нас поворот. Так, вниз. И я на финише! Да ладно! Роман, давай, давай, третья! Ой-ой-ой, третья! Да ладно! Да ладно! Ну да, конечно! Вот ведь выжил все из автомобиля. Все выжил! Честно говоря, забыл про ковробку совсем, но передачу он переключает не спеша. Когда вы валите, вы вдавливаете, неохота, робот срабатывает. Но с другой стороны, мы нигде не улетели. Если хочется тяги где-то в повороте, где-то, соответственно, при заходе на вираж, лучше перейти в ручной режим. Но нужна привычка. Ну, конечно, геометрия его. Маленькая колесная база сделали свое дело. Ну что, Роман? 3 минуты 51 секунда. Стоп-стоп-стоп-стоп. 3 минуты 51 секунда. Ты что, ты пулыешь? 2 минуты. 3 минуты 51 секунда и 14 соток. Роман, Роман! Я привез тебе минуту. Я правильно понимаю? Нет, у меня 3.17, а 2.51. Друзья, это только потому, что мы включили ручной режим только на обратном пути, ты понимаешь? А туда, по-честному, проехали в режиме беспедальном. Я вообще не трогал коробку передач. Это только потому, Павел, что у меня с моим автомобилем была некая ментальная связь. И я относился к нему как к другу, а ты относился как к бездушному существу, как к механизму. Я абсолютно уверен, убивая его, выжимая из него все. Посмотри, вот кроме грязи, между прочим, не такая грязная, как... Оторвал, наверное, что-то там где-то. Нет, нет, хочу тебя заметить, что здесь, конечно, управляемость. Машина прыгает, вот на месте начинает прыгать, но не пробивается. Именно это испытание приносит «Ладе Калини Кросс» победу по очкам в нашем сегодняшнем сравнении. Паш, подводя итоги сегодняшней программы, могу сказать вот что. Безусловно, это автомобили сопоставимы. У них есть много общего, и тем не менее, они, конечно, разные. Калина яркая. Я легко представлю себе молодого человека или девушку за рулем этого автомобиля. А главное, есть автомат. Ну, робот, это неважно. Эта машина в том числе для города. Ну, а что касается твоего сарайчика. Универсальчика. Это универсальчик. Или мини-венчик, я не знаю, как это позвать. Эта машина-хозяйственник. Большая семья, большое хозяйство. Добро пожаловать в «Ларгус». Не беда, что там механика. Эта машина подойдет для путешествий. На ней можно отправиться в настоящую автомобильную экспедицию. Самое главное, то, что это отечественные автомобили. И здорово, что у нас есть предприятие, которое, наконец, наконец, стало выпускать автомобили, на которые не только можно посмотреть, но и эксплуатировать их довольно удобно, комфортно. Я думаю, что долго. Ну, а что выбрать? Конечно, решение остается, как всегда, за вами. Потому что это была программа «Выбор есть». Пока. Роман, а где твои стулья? Ты встречал меня в такой романтической обстановке. Приму, рыбаки. Скульчики. Рыбаки. Паш, мы приобрели неоценимый опыт управления этими автомобилями, но, похоже, потеряли стулья. Ну, ладно, в следующий раз будем внимательней. Всего доброго. Пока. Пока. Пока.